Ну что, у нас есть следующие ингредиенты на столе. Есть у нас помидорки, шпроты, малиновое варенье, кабачковая икра, тунец, лук, сыр, копченая колбаса, сыр, огурцы и специи. Из этого всего сейчас, Полин, Таня, вам нужно устроить небольшой баттл и собрать по бургеру. Мы с Ромой Ильичем мы потом выберем, какой бутер идеально подходит для утро-бургера. Мне кажется, идеальный бутер, вот когда по диагонали на кусочек хлеба положить к шпротину и все. Только не говори, какой напиток еще к этому нужно подать Ром. Подожди, что тебе, что хлеб, а хлеб всему голова. Что ты хочешь сказать? Тебе уже не терпится начать, прекрати, пожалуйста. Итак, время пошло. Все, собираем бутер, мы посмотрим потом, у кого он получится вкуснее. Пока девчонки готовят, расскажи, пожалуйста, за время стажировки. А были моменты, когда ты узнал что-то о бургерах такое, что, мол, слушай, я никогда бы не подумал? Ну, мы же все едим эту еду, и не раз, поэтому, раскрывая внутренности, ты понимаешь примерно, как собирается. Но вот что мне было удивительно, бургер собирают с двух сторон. Вот есть нижняя булка, есть верхняя булка. Ингредиенты какие-то кладутся только на нижнюю, какие-то только на верхнюю. И потом собирается. Мой дом уже будет обычно нижняя часть. Нижняя, навалили. Да, да. Вот. Это первое открытие, что есть. Два вида сборки и потом соединение. Это один момент. И я, как человек, который закончил машиностроительный факультет университета, у нас была такая специализация, оптимизация производства. Так вот, внутри фастфуда, вот эта вся технологическая линия, она абсолютно такого закрытого, полного цикла. Ты не стоишь, что-то там крошишь, ты просто взял булку, положил ее на конвейер, взял котлету, положил на конвейер. За конвейером она уже в готовом виде тебе выходит. Тебе остается только собрать. Круто. Картошку фри заказали там, допустим, или какие-то накидсы. Ты все это дело насыпаешь в специальную емкость, опускаешь в фритю, нажимаешь нужную кнопку в зависимости от продукта, все, ты можешь забыть. Он готовится сам по себе. Запищал, достал, посолил, подождал там, все, и подойдет. Замечательно. В общем, это такая работа, вот, я себя поймал на ощущение, что если бы я был студентом и в тот момент был бы фастфуд, я бы с удовольствием там поработал. Да? Круто. Девочки наши, кстати, уже на финишной прямой находятся. Вот короткий рецепт от Романа Ильича домашнего бутера. Вот именно, если дома, если из каких-то простых ингредиентов, давай. Слушай, ну, вот из того, что здесь, в детстве я любил не смешивать ингредиенты. Если, допустим, кабачковая икра, то она единственная на куске хлеба. Если варенье, то только варенье. Шпроты, ну, это уже постарше. Ты все полюбил. Вот, а так, наверное, из всего этого я бы сочетал только с салями, да, сырокопченое с сыром. И вот шпроты с огурцом, наверное, вот из тунца. Ну, то есть без лук, возможно. Без каких-то психоделических ингредиентов. Да. А-ля курица, ананасы и так далее. Так, Таня, у тебя все получилось шикарно. Шикарно и слегка разваливается. За вкус поставим пять, за эстетику. Так, Полин, у тебя уже... Попробуйте еще раз, как в караоке. Вы можете петь лучше. Слушай, Таня-то смотри, она же, зная, что я рыбак, приготовила бутерброд рыбака. Да-да, шпроты и тунец. Спасибо. И малиновое варенье еще тоже здесь. Ну, Таня, в общем, что видела, то и как бы и навалила. Слушай, удивительно, шпроты с малиновым вареньем. Ты с языка снял. Сочетается, да, ведь? Это ведь, друзья, это ради шутки было сделано. Это реально сочетание шпрот и малинового варенья. Это очень странно. Но это очень вкусно. Здесь эстетика, здесь уже лучок пошел у нас. Ром, пожалуйста. Здесь, ну, здесь уже копченка. Комментируйте. Точный. Это единственное, да? Ты сейчас говоришь, как Тимати. Точный, мощный, бургер. Ну, Полина пошла по классическому пути. Она взяла сочетаемые продукты. И тут, получается, удивление не получилось. А давайте попробуем предложить в Диполь бургер варенье. Это ведь праздник. Мы ведь праздничная радиостанция. Да, это хорошая идея на самом деле. Вдруг прям будет сочетание. Попробуйте обязательно. Я думаю, что из двух выбрать мы не сможем, потому что вот это невкусно быть просто не может. А вот это бутерброд мы благодарим за открытие. Тань, ты была хорошо. Ребят, спасибо огромное за то, что пришли к нам в гости. Мы с нетерпением будем ждать Диполь бургера и хотим его отведать самыми первыми. Спасибо вам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА